Приветствую вас! Ну, давайте начнем с того, что определим. Ваша такая вот непостоянность в чувствах. Она возникла только в период беременности или была до беременности. Если она была до беременности, то причина может крыться в самых разных факторах, таких как, например, потребность в заботе, внимании. Тут у вас есть, ну, под вопросом чувства собственной значимости. Тут у вас есть под вопросом, возможно, даже собственная ценность, именно ваша ценность. Потому что вы нуждаетесь в заботе и так далее. Ну, то есть, вот, а если это связано с беременностью, то все хорошо. Это нормально. Если же вы всегда вот так вот хотели любви, внимания к себе, заботы, ну вот, то это, конечно, достаточно тревожный звоночек, потому что это говорит о том, что вы не совсем полноценны, в частности восприятие самой себя, и для того, чтобы вам себя принимать, нужны какие-то условия, нужны какие-то люди, может быть, даже. Вот, и, как правило, это берет свое начало из отношений с родителями, в первую очередь. То есть, ваш выбор мужчины, который на 10 лет почти вас старше, может быть связан именно с тем, что у вас были проблемы, ну, может быть, были и есть, значит, с вашим отцом. Если же проблема появилась только во время беременности, да, ну вот, такая, такая проблема появилась только во время беременности, то ни в коем случае нельзя, вот, принимать ее всерьез сейчас, потому что, ну, это может быть естественно для вас, это может быть нормально для вас, и мне видится ситуация так, что нужно пережить вам, нужно пережить беременность, вам нужно родить ребенка спокойно, да, то есть, вот, вот, вот сейчас, пока вы беременны и пока, значит, вы нестабильны эмоционально, не нужно ничего предпринимать, не нужно ничего решать, не нужно стараться корректировать свое поведение и так далее, потому что, все равно, скорее всего, ничего из этого не получится, опять же, в силу, в силу, в силу, именно того факта, что вы будете испытывать постоянно перепады своего настроения, и никак, от этого нельзя будет вам отойти, потому что при беременности, это, в общем и целом, обычное явление, только после, только после того, как вы родите, можно будет говорить о том, что вам делать, и какова причина того, что вы испытываете, того, что вы чувствуете, вот. Я полагаю, что, в общем и целом, сейчас, в общем и целом, сейчас, можно заключить, что колебания, эмоциональные колебания ваши, они связаны с тем, насколько и как вы испытываете потребность в мужчине, то есть, вы говорите, что не любите его, да, вы говорите, что у вас нет к нему чувств, но есть, при этом, достаточно сильная привязанность к нему. Так вот, привязанность это потребность, и именно потребность ваша может определять то, как вы взаимодействуете с этим человеком. То есть, грубо говоря, потребность не удовлетворена, если вы в нем нуждаетесь, не можете надышаться, и так далее. Эм, потребность удовлетворена, то есть, когда, когда все хорошо, вы довольны, вы спокойны, когда это происходит так, то естественным образом вы не хотите взаимодействовать с мужчиной, не ждете от него звонка и так далее, то есть, когда вы наполнены, когда вы удовлетворены. Давайте-ка, понимаете, какая история. и в данном случае, если вы, скажем так, если вы принимаете для себя наличие таких отношений, именно для себя, если вы принимаете, то к этому нужно будет приспосабливаться. То есть, приспосабливаться к тому, что вы, ну вот, будете испытывать подобные колебания, потому что у вас все завязано на потребностях, у вас все завязано на желаниях каких-то. И именно по этой причине ваше поведение к мужчине так сильно варьируется. Ну, это на случай, то, что вы испытываете, да, все-таки является, ну, чем-то большим, чем просто реакция на беременную. Вот. Давайте посмотрим еще. Значит, так. Родители в другом городе, кроме меня, и него, обо мне и будущем ребенке позаботиться морально некому. Ну, вот интересно, что вы говорите о моральной заботе. Вы знаете, я бы, честно, я бы понял, если бы вы сказали бы, что забота вам нужна такая, более реальная, я бы понял. согласился бы с вами, сказал, да, матери, будущей матери, нужна поддержка, нужна помощь и так далее. это правда. Но у вас, что интересно, речь идет о моральной поддержке. и на мой взгляд, это странно, потому что моральная поддержка это что такое? Это как? То есть это уверенность в себе, это чувствование какое-то, или что? Что есть моральная поддержка и из-за чего вы в ней так нуждаетесь? Да, родителей ваших нет. То есть они в другом городе. Я понимаю, это не есть здорово. Но с другой стороны, вы же сами выбрали это. То есть вы же сами решили жить в другом городе, видимо, и сами выбрали для себя такую вот жизнь. такую позицию. То есть это невынужденное поведение. Знаете, я хочу сказать, хочу сказать, что о природе моральной поддержки вам нужно более подробно разбираться. Что есть моральная поддержка для вас? что это такое? И почему вам нужна моральная поддержка другого человека? Вы можете сказать, ну, я же беременна, и именно потому, что я беременна, мне нужна поддержка. но возникает вопрос, а в чем именно поддержка? Если вы хотите ребенка, да, и если вы с мужчиной еще не женаты, и только собираетесь переезжать, то наверное вы ну как-то предполагаете, что все может пойти не так. То есть вы можете с ним расстаться, например. Вы можете там с ним, ну, я не знаю, поссориться, например. И так далее. все это вполне себе может быть все это вполне себе может произойти. Понимаете? И если вы если вы на это не рассчитываете, вы думаете, что этого не произойдет, да, и рассчитываете только на то, что все будет хорошо, это один момент. Если же вы понимаете, что вам как бы все равно, что будет, вам важен ребенок, вы хотите, хотели этого ребенка, не не важно абсолютно, будет ли этот ребенок там у вас совместный, да, совместный именно с мужчиной, или будет этот ребенок там, допустим, только вас, если вам все равно на это, на эти вещи, понимаете, то зачем вам поддержка, то есть поддержка сейчас делает вас как бы уязвимой, и об этом стоит подумать, чтобы это не делало вас уязвимой, не делало вас зависимой от мужчины, например, может быть тогда вы и не будете испытывать таких сильных переживаний, как испытываете сейчас. Так, я не могу сказать, что люблю его, но это очень большая симпатия, привязанность к человеку, ну, привязанность, понимаете, вот привязанность всегда ведет к зависимости, то есть привязанность это потребность получать, а не отдавать, и можно сказать о том, что отношения ваши, они носят элемент, элемент расчета, то есть вы выстраиваете их по расчету, ваши отношения по расчету, ну, да, это неприятно, да, это очень, ну, это очень некрасиво может быть, да, но это так, то есть примите тот факт, какие у вас отношения, у меня второе ощущение, что вы боитесь, боитесь именно сказать себе, какие у меня отношения с человеком, вообще, ну, ну, просто, что это за отношения, не знаю, вы боитесь их потерять, может быть, или что-то еще, так, может это и нормально, но в последнее время я стал переживать по этому поводу, я не хочу, чтобы мы отдалялись друг от друга, почему не хотите, чтобы отдалялись друг от друга, вот, в какого момента стали переживать, что именно вызывает у вас тревогу, конкретно, что вы можете сделать, сделать, именно вы можете сделать, для того, чтобы тревогу нивелировать, то есть вот, мне представляется именно так, ситуация, то есть вы сами, ввели себя в положение зависимой, и теперь переживайте по поводу того, что можете потерять, то, что имеете, подскажите, как быть? Ну, понимаете, вопрос такой, очень общий, как быть, это не запрос к психологу, даже, то есть нет никакой проблемы, которую бы вы обозначили для, именно, для распора, или для решения, как быть, как быть, чтобы что? Чтобы, чтобы вы не отдалялись, а сближались, для этого нужно быть независимым, для этого нужно быть естественными, естественными партнерами, понимаете? и поэтому, от того, когда у вас появились, появились вот эти вот перепады чувств, зависит ваше поведение. Если до беременности, то, соответственно, вам нужно становиться более самостоятельным, если до беременности. Если во время беременности, то здесь я рекомендую вам, простым мужчине, объяснить, сказать, что, дорогой, ты меня прости, я знаю, что я с тобой не всегда ласкова, да, и иногда от меня идет холод, иногда я себе проявляю равнодушие этой забеременности. То есть, это как бы играет, ну, гармоник, перестройка организма и прочее, прочее, прочее. Вот. То есть, тем больше вы будете искренним человеком, тем будет лучше. Вот. Ну, я не знаю, в курсе ли он, что вы его не любите, что у вас столько привязанности, откуда вы знаете, что с его стороны то же самое. Вот. Но если вы не честны с ним, то, соответственно, это тоже может быть причиной, по которой вы отдаляетесь. Вы говорите, что я не хочу, чтобы мы отдалили друг от друга. Почему? Наоборот, хочу дальнейшего развития. Какого? Какого развития? Как? Вы же понимаете, что отношения в зависимости от того, над чем они строятся, имеют определенный потолок развития. То есть, либо вы строите их на эмоциональной близости с людьми, в данном случае вот с мужчиной, и у вас они постоянно развиваются, надо становиться все более искренними, все более полными, более интимными, более доверительными, и так далее. Либо, если вы строите свои отношения по расчету, то о каком доверии вообще может идти речь. мать. Вот. Но есть определенный потолок, который, которого вы можете достичь, взаимодействуя с другим человеком. Есть определенный потолок. Но это граница. это граница и и все. То есть дальше дальше этой границы вы вряд ли сможете что-то сделать сами. Понимаете? Какая история. Поэтому я думаю вот так можно вам ответить на ваш вопрос. Ага. Насчет с чувствами, с чувствами нужно аккуратней, потому что их достаточно легко уничтожить. если вы этого не хотите, то лучше не надо, лучше не спешить. Лучше не спешить. Вот, ну, с какими-то значит, ну, с какими-то выводами, с какими-то решениями, с какими-то действиями сейчас. уничтожить. Вот. И все-таки дождаться рождения ребенка в любом случае. Вот. И уже потом, уже потом что-то другое делать. Уже потом думать, как можно, что можно будет предпринять. на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду раб помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы его сделаете лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.